Экологи оценили состояние зеленых насаждений санитарно-защитных зон крупных предприятий Павлодарской области. В каком состоянии находятся деревья и кто в этом виноват, разбиралась наша съемочная группа. Для оценки деревьев была разработана уникальная методика, включающая в себя 6 категорий состояния растений – здоровые, ослабленные, сильно ослабленные, усыхающие, условно живые и сухостой. А для проведения оценки была сформирована и обучена группа волонтеров. Число деревьев измеряется в десятках тысяч. Мы говорили о том, что будем проводить этот мониторинг на заседании экологического совета. Наша работа была поддержана, одобрена и было дано поручение всем крупным предприятиям оказать содействие. Но, как мы видим, увы, не все предприятия откликнулись на поручение, будем теперь уже говорить, экологического совета. А те предприятия, которые вышли на связь с мониторинговой группой ООО «ЭКОМ» и позволили посетить территории зеленых насаждений, их было 6, совершенно не порадовали состоянием своей санитарно-защитной зоны. Теперь позвольте представить вам информацию, такую сводную, о жизненном состоянии тех зеленых насаждений, которые мы посетили и оценили. Жизненное состояние посадок Паладарского нефтехимического завода. Здесь вы видите, что достаточно большой процент сухостоя, но сразу скажу, что это одна из лучших картинок, которую мы сейчас увидим. Здоровых деревьев здесь тоже было довольно много. Они составили 6% от общего числа. Но, правда, много и ослабленных, и сильно ослабленных. Тем не менее, мы видим с вами, что условно категория живых прижившихся деревьев составляет примерно 2,5%. Усыхающих деревьев и условно живых, вы видите, по 8,9%. Но почти половина деревьев погибли окончательно. Это сухостой. Ситуация на пяти других объектах не особо отличалась. А если и отличалась, то в худшую сторону. Мониторинговой группой был замечен ряд ошибок, допущенных на разных этапах работ по озеленению. Это и нарушение технологии посадки, ухода, полива, подкормки. А также были не учтены особенности местоположения посадок при определении пород насаждений, что тоже очень важно. Представители мониторинговой группы надеются, что рекомендации будут учтены при более масштабной высадке деревьев, которая состоится уже этой осенью. Евгения Мягченко, Довлетка Шкарбаев, Иртас Акпарат.